Сегодня мы будем изучать с вами работу с файлами и работу со строками. В качестве домашнего задания необходимо было построить шахматную иерархию. Соответственно, у нас есть 6 фигур. Необходимо также было сделать класс, который будет у нас родителем. В нем определяется один метод EverRightMove для определения, возможен ли ход или нет. По условиям задачи необходимо было при запуске приложения ввести начальную и конечную координату и ввести имя самой фигуры. Программа должна в качестве результата выдать возможен ход или нет. Соответственно, вот один из примеров. У нас есть класс ChessItem, он абстрактный. У него есть всего один метод, он тоже абстрактный. Вот, соответственно, здесь мы определяем абстрактный метод. Возвращает он Boolean, принимает начальную и конечную координату. Естественно, у нас в классе main здесь реализован как раз ввод фигур. Далее, соответственно, у нас реализован ввод начальной и конечной координаты. После этого, используя switch, оператор множественного выбора производим, находим соответствие введенного названия. Соответственно, вводится у нас строка. Мы ее проверяем на одну из возможных фигур шахматной иерархии. Мы ее, соответственно, здесь создаем. И здесь же, следующей строкой сделано, что мы будем вызывать метод. Ну, это такое решение в лоб, не совсем оптимальное. То есть на самом деле здесь можно было бы реализовать немного другим способом. более лаконичным, коротким. Сейчас мы посмотрим, что у нас есть внутри самих фигур. Мы видим, что все они наследуются от ChessItem. Все они при наследовании должны реализовать метод Израйд-Мола. И, таким образом, здесь у нас происходит преобразование в x-овую и y-ковую координату. Ну, соответственно, начальное, конечное. Вот, соответственно, здесь мы разбиваем, преобразуем при помощи... У строки есть метод to.chr.ray. Соответственно, метод для преобразования нашей строки в массив символа. Получается, массив у нас из двух элементов всего будет. Вот, это у нас x-овая и y-ковая координата начальной позиции. Далее x-овая и y-ковая координата с конечной позиции. Что мы делаем после этого? Мы сравниваем, делаем проверочку. Ну, соответственно, 8 на 8 у нас возможность размерных поля. Вот, соответственно, координаты вводятся в виде цифр, никаких там букв у нас нет. Вот, соответственно, проверку осуществляем. Так. Здесь у нас аналогичная ситуация, только изменяется чуть-чуть проверка. Вот, соответственно, есть у нас вот такая конструкция. Она у нас, как мы видим, повторяется уже второй раз. Ну, и, соответственно, она у нас в данном примере повторяется в каждом из вариантов. Отличается только проверка. Как мы видим, это у нас все совпадает. Так. Теперь, соответственно, какие есть здесь недочеты и что можно улучшить. То есть я показал, где у нас было дублирование кода. Вот. Соответственно, чтобы нам уменьшить дублирование кода, касающиеся разбиения на вот такие, на координаты. Для этого нам хорошо бы сделать отдельный класс. То есть сейчас я покажу, как можно это все улучшить. Соответственно, для координат хорошо бы ввести дополнительный класс. Вот. Сделать у него в качестве координат два поля. x, y. Далее. Сделать конструктор, который будет иметь два входных параметра в качестве x и y. Что еще можно здесь сделать? Можно сделать вариант, когда у нас конструктор передается строка, а соответственно, внутри мы будем производить ряд манипуляций. В качестве ряда манипуляций мы будем бить нашу координату. Введенную координату нам в массив. Вот. Соответственно, чтобы у нас все это заработало согласно условию нашей задачи, необходимо произвести... А у нас при вычислении данным, прежде чем произвести операцию вычитания, преобразуется к коду по таблице АСКИ. Соответственно, номер буквы А английской таблицы АСКИ равен 65. Вычитая 65, мы получаем как раз номер нашей позиции. Получаем координату числовую. От нуля получается до 7. Вот. Такой вариант вполне возможен. В этом варианте у нас не будет, во-первых, никаких исключений, никаких ошибок. Еще здесь можно сделать вариант, который будет проверять на правильность введенной координаты, но мы сейчас не будем с этим в это углубляться. Вот. Теперь, кроме этого, нам нужно два ветора на оба. Здесь создается... Если у нас есть координаты x, y уже в рентгеновом виде, можем присвоить. Но, как правило, мы будем использовать второй вид конструктора, где мы передаем строку, дальше происходит преобразование. Вот. Соответственно, мы... И вот этот код мы убрали из каждого класса. Вот тем самым мы... Получается... Сколько здесь? Шесть строчек. Мы их сократили, перенесли эти шесть строчек в наш класс. Вот. Что мы сделаем? Здесь поменяем. Будет у нас теперь поинт везде. Вместо стринга, так как у нас уже будут преобразованные данные. Можно здесь, чтобы не ломать наш, в общем-то, код изначальный. Ох, чтобы его не ломать. Можно сделать здесь... gx. gx. gy. Таким вот образом наш код дальнейший не сломался. Но, на самом деле, это я делаю только, чтобы не переписывать правильные терки. Преобразование происходит автоматически при помощи платформы. То есть, если мы... Среди репетий один из аргументов нашего выражения является целочисленным, другой, типа char, и происходит репетическая операция, в этом случае у нас происходит приведение чара именно к типу int, и таким образом происходит вычисление. То есть, это такая маленькая хитрость. Но, на самом деле, есть другой путь решения. То есть, вы можете еще использовать в классе int. integer использовать метод парса int, при помощи его еще приводить. Но тоже все равно нужно вычитание. было для саморазвития, и, по идее, если поискать в интернете, это можно было вполне найти. То есть, каким образом преобразовать координат, символ к строке. Вот, это одно. Второе. Вы могли просто сделать свитч из 26 элементов, не 26, извиняюсь, из 8 первых букв английского языка, и присвоить им, соответственно, единичку по порядку. То есть, этот вариант вы уж точно знаете. То есть, вот этот просто более короткий. Ну, а то, что вы знаете, то, что демонстрировалось вам неоднократно, это при помощи свитча. Можно преобразовать, то есть, здесь никаких проблем не будет. Вот. Ну, соответственно, проверки я переписывать не буду. На то, чтобы нам там из промо вытаскивать координату x, y, я просто заменю это вот таким кодом. По-хорошему, конечно, надо было бы здесь сделать from get x, здесь сделать from get y, ну, просто было бы чуть подлиннее. Так, поскольку у нас не очень много времени, мы сделаем таким вот образом. Вот, мы видим, в общем-то, что мы разнесли, делали логику получше, теперь, соответственно, перейдем к... Теперь, соответственно, перейдем к... Изначально... Так, new point. Здесь мы создадим координаты, чтобы их можно было передавать. Вот. Соответственно, у нас здесь ничего не увеличилось, ничего не поменялось, только типы. Ну вот, кроме еще кейса, предложили вариант с массивом, то есть то же самое можно делать. То есть вариантов на самом деле большое количество. Как это можно реализовать? Вот массив, кейс, вы знаете. Вот. Сегодня я показал еще один вариант, что можно применять в арифметических действиях именно символы. Вот. Здесь мы создали наши поинты, координаты. Вот. Соответственно, у нас есть name, мы определяем это. Вот. Только здесь есть небольшая у нас, скажем, проблемка. У нас везде дублируется, в общем, эта строка в каждом из кейсов. Это не очень красиво. Почему бы нам это не сделать, и не вынесли это куда-то за кейс? Вот. Создадим фигуру. Вот. Потом сделаем их. Если наша фигура равна now, то, соответственно, выполняем действия. вот такое. Мы можем без проблем объявить переменную с типом предка и этой переменной присвоить объект любого из ее наследников. Проблемы там будут, другие просто номера, и все. То есть, если мы не вычтем A, у нас будет, скажем, там, при вводе A будет 65, а не, скажем, не нулевая позиция. Вот и все. То есть, все это проверяется дополнительно. И вставите, проверяете большая, маленькая буква. Можете преобразовать. Есть методы, которые делают буквы в строке заглавными или прописными. То есть, здесь просто это еще одна дополнительная обретка. Вот. Соответственно, мы сократили код. Мы убрали по одной строчке. У нас была фигура. Мы фигуре присваиваем только то, что у нас реально было введено в консоль. Создаем этот объект, присваиваем фигуре, потом вызываем. То есть, дублирование кода, вот эта строка 43, мы от нее избавились, от этого дублирования кода. Еще, какая здесь возможна оптимизация. То, что у нас выполняется вот этот свитч, прямо здесь, в общем-то, в головной программе, это не совсем красиво. Для этого есть уже давно придуманные методы решения. Вот. Так называемые есть факторы метода, фабричный метод. Есть такой шаблон проектирования под названием фабричный метод. Сделаем здесь метод, который будет возвращать. Так. один из возможных вариантов. Если ни один из вариантов не подошел, тогда мы вернем. На самом деле, тогда брейки вообще не актуальны, потому что, когда у нас выполнится ретон, то весь остальной код выполняться не будет. И, соответственно, брейки здесь, в данном свитче, как раз нам не понадобятся. Вот. Данная конструкция называется у нас фабричным методом. У нас есть отдельный класс. Так. Чтобы мы его могли вызывать по имени класса, делаем его статическим, чтобы не создавать нам объект этого класса. По сути, это у нас утилитный класс, который позволяет в зависимости от переданного параметра создать объект необходимого нам типа. Вот. Соответственно, сюда мы перенесли наш свитч. Таким образом, мы в полной вере реализовали шаблон проектирования фабричный метод. Вот. Что у нас остается здесь? factory метод getFigure Вот. И передаем туда name. Вот, по идее, у нас в мейне получился такой довольно-таки лаконичный, красивый код. Сначала мы осуществляем, просим ввести фигуру, считываем ее, просим ввести координаты, считываем координаты, после чего мы в зависимости от имени нашему утилитному классу factory метод говорим, что нам нужен фигура с таким названием. Этот factory метод ее, соответственно, создает и отдает нам уже готовую. Вот. Мы далее по логике нашей работы нам может вернуться null, проверяем, если не null, и тогда вызываем метод isRideMove. Вот. Чем хорошо этот подход? Тем, что у нас при расширении количества фигур мы открываем factory метод и просто делаем еще один или несколько кейсов, добавляем новые фигуры. Вот. Если задача нам позволяет расширить. Вот. Это удобно. Мы поправили только внутри вот этого класса factory метод, больше нигде не правим. После этого мы тестируем только класс factory метод. все остальное у нас если работало до этого верно, так и будет работать верно. Вот. Соответственно, мы пилим так по логическим кускам и, соответственно, меньше нам тестирования, быстрее разобраться, где сделано. То есть, поддержка и дальнейшее развитие кода происходит гораздо удобнее. Вот. также у нас есть point создание координат. Если у нас вдруг меняется размерность нашей доски, то, соответственно, мы легко можем все это сделать прямо здесь при создании координаты. Также хорошо бы сделать здесь проверочку на допустимость в координат прямо в point можно в конструкторе и, если что, угнуться сказать, что так нельзя. Вот. это такие служебные все вещи на самом деле. Мы их не пхаем ни в какой класс. Основная программа у нас занимается только считыванием данных, введенных из консоли и вызовом по сути метода из Райт Мула. Каждый из классов у нас осуществляет только проверку на допустимость хода и тоже больше ничего не делает. То есть каждая задача у нас локализована, для нее есть отдельный класс либо метод, в которой она делается. Это очень хорошо. У нас очень сильно раздроблена вся эта реализация. Так. Теперь нас интересует еще одна оптимизация. Вот. наследование мы с вами изучили. Теперь воспользуемся системами поиска Java. При нажатии Ctrl-Shift-F открывается окошко, позволяющее искать нам любую строку по нашему проекту. Соответственно, можно тут настроечки всякие указывать, проект, директории, классы. Есть даже вкладка превью. Вы видите, что я из класса ладьи, рок, скопировал условия и поискал его по всему проекту. У меня нашлось два места, где оно есть. Соответственно, это вот видим, что 15-я строка класса рок и 15-я строка класса кин. вот в ладье и в ферзе у нас повторение проверок. Потому что, по сути, это у нас сразу включает в себя две фигуры ладью и слона. То есть ферзь может походить либо так, как ходит ладья, либо так, как ферзь. Вот у нас дублирование кода. Мы его нашли, его надо как-то устранить. Вот. Его надо как-то устранить. Соответственно, дальше мы поищем вот эту проверочку следующую, где она повторяется. Она тоже вот в ладье и во ферзе есть. Так. Соответственно, все вот эти проверки есть у нас. Теперь давайте у нас есть в слоне поищем. Где она у нас повторяется? О, видим, опять-таки. Она у нас повторяется внутри ферзя. Вот бишоп это слон и он это ферзь. Это плохо. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы у нас никакого повторения не было. Вот, соответственно, четыре строчки относятся к четыре ифа относятся к ферзю, другие четыре ифа относятся к ладье. Это у нас ферзь. Вот. Но здесь у нас дублирование. Четыре кода из ладьи, четыре кода из слона. по четыре проверочки. Соответственно, их восемь. Произошло у нас дублирование восьми строк кода во всем нашем проекте. Это плохо. Мы это можем устранить. Вот, здесь уже была произведена попытка это сделать, но не совсем, скажем так, удачно. В плане давайте посмотрим, к кому из них все-таки первая строка. Это у нас относится как раз к рок. Так. Как мы можем это все заменить? Соответственно, вот эти четыре строчки, они у нас есть в ладье. Давайте мы их сразу удалим. Вот. И будем использовать код, который у нас написан в ладье. Как нам вызвать? Мы видим, что у нас ферзь уже наследуется не от чейз итема, а от рок. Соответственно, от ладьи. Вот. Как нам вызвать метод предка? Приключевое слово супер. Вот. Передаем в него from to и делаем проверку if. Если у нас это положительно, то наш ферзь совершил ход такой же, как делает ладья. Это половина из его возможных ходов. если у нас совпало, то есть был ход по диагонали или вертикали, то, соответственно, у нас все хорошо. Если это получилось, мы можем сразу же вернуть истину и проверку, соответствующую для ходов слона, не проверять. Вот. Если же у нас метод израйд мува предка ладья вернул фолс, то, соответственно, нам надо то же самое, что делается у нас в слоне. Вот. Отчасти, то есть, четыре строки мы удалили. Больше дублирования у нас для них нет, но есть дублирование вот для этих четырех строчек. Вот. Для этих четырех строчек. Вот видим, бешип они у нас. Вот. Как же сделать нам, чтобы использовать код, который находится в слоне? Ну, следоваться сразу от двух классов мы не можем по причине того, что у нас наследование только одинарное, то есть, множественного наследования в жаве нет. Теперь у нас появилась проблема. Вот. Ну, эта проблема очень легко решается. То есть, мы изучили подход наследования. есть противоположный подход в ООП. В противовес наследования он идет. Вот. Если, скажем, наследование у нас используется в 20 до 30 процентов случаев, то, соответственно, в 70-80 процентов используется как раз противопредпочтителен. Вот. Соответственно, как же нам это сделать? Да, очень плохо. вот это вообще нам не нужно. Вот. Вот. данный подход мы использовали здесь наследование. И у нас в данном задаче совершенно не осталось никакого выхода, как использовать противоположный подход, который называется включением. статический метод у нас, статические методы используются у нас только в качестве утилитных методов, скажем, как в факторе методе, либо мы не для завсего приложения. Все остальные использования ключевого слова static это, соответственно, костыльное прилепывание. Вот. Верное решение. Мы в данном случае соответственно при создании объекта слона часть выполнения задачи слону мы вызываем его методы. То есть не возможно написать все классы или абсолютно все. Во многих случаях придется писать такие классы, которые содержат в себе либо в качестве полей или там локальных переменных методов другие объекты. Вот. и у этих объектов вызываются различные методы для того, чтобы они выполнили часть работы возложенной на этот класс. Соответственно, здесь мы просто делегировали часть функций слона. Вот. Мы создали его объект и по сути выполнили. А еще более короткое, мы можем не делать локальную переменную, а просто-напросто взять и вызвать ну, соответственно, new bishop, нам вернется объект слона, и у него мы сразу же при помощи оператора точка вызываем метод isrightmove. Соответственно, в связи, код у нас сократился всего-то до одной строчки. И у нас больше нет никакого дублирования. То у нас здесь было 8 проверок, 8 if-ов. мы проверяли, они у нас дублировались, 4 из них дублировались в ладье, 4 из них дублировались в слоне. Теперь мы это дублирование убрали. Мы могли бы в принципе и создать объект ладье и объект слона и вызвать у них isrightmove. Но, так как у нас есть еще и наследование, то мы можем для одного унаследоваться, так как мы унаследовали часть функционала у нас создался объект, а к коду предка мы можем к методам предка мы можем обратиться при помощи ключевого слова супер и воспользоваться его функционалом. Заметьте, что у нас мы в потомке переопределили метод из райтова, но доступ к старой реализации у нас все равно остался. Мы можем воспользоваться, никто нам это не запрещает. Вот у нас два ших подхода в Java вообще в BOP. Это наследование, когда мы строим иерархию во второй это включение одних объектов в другие. То есть есть явное включение, когда в качестве полей ссылочные типы. Это у нас классическое включение. Есть включение в виде делегирования, когда мы по сути объект в качестве поля не входит в наш класс, но он создается и выполняет часть работы. мы здесь делегирование как раз используем. Очень хороший подход. Прошу взять на заметку, так как где-то процентов в 70 используется именно подход включения. Он, во-первых, проще, и для него не требуется строить какую-либо иерархию. Я думаю, он гораздо понятнее, потому что мы строим все классы на основе включения. Если мы посмотрим наше предыдущее занятие, когда мы строили, вот у нас есть Animal. Мы используем подход включения в качестве строки, это у нас поля name, color, они включаются в наш класс Animal. И мы часть функционала можем делегировать для выполнения классу string, для обработки строк, вырезать какую-то строку из того же name. Мы же не пишем здесь специфический метод, который будет этим заниматься. Преобразовывать строку к массиву чаров, потом бежать по массиву в циклах и так далее. Нет, мы это не делаем, мы вызываем просто методы из класса string. соответственно этот же код используется у нас и в у нас используется здесь. Мы просто используем дополнительно объекты какой-то у него вызываем методы. Это гораздо проще и во всех тех местах, где явным образом не прослеживается иерархия наследования, не надо прикручивать наследование, это неверно. Там надо как раз заниматься включением одних объектов в другую. так проще решить задачу и будет более красиво и изящно. Наследование применять только там, где вы видите, что у нас иерархия идеально вписывается. Тогда там наследование. Здесь проверочный вариант. Вопросы есть какие-то по домашнему заданию? Мы так немного подзатянули, но в принципе мы успеем с материалом, потому что примеры я подготовил уже написанные. вот мы больше сегодня писать не будем, уже будем смотреть готовые примеры по работе с файлами и по работе со строками. Соответственно, рассмотрим стандартные методы для работы со строками, какие есть, потому что очень много у нас в качестве полей в классах вновь нами создаваемых, очень много полей именно сроковых, поэтому как с ними работать, надо обязательно знать, владеть. Это пригодится в общем при любом случае. Перейдем к работе со строками. В вначале семейная строка представляет собой последовательность символов. внутри строки у нас сиф чаров. Это соответствует у нас версиям, начиная с первой по восьмой версии джавы. Это внутреннее представление. То есть мы можем получать, преобразовывать саму строку при помощи тучи RRA метода в массив символов. Работать далее как с массивом, обращаясь к этому элементу по индексу. Соответственно в девятой джаве нас ожидают небольшие изменения простого строки. Там подготовлен ряд оптимизаций для работы со строками и внутреннего их представления. В связи с чем это сделано? Поскольку у нас большее количество строк это строки содержащие именно латиницу, их подавляющее большинство. Латиница влазит в коды латинских букв влазят как раз в один байт. Вообще в джаве у нас принято все полностью кодировать в федеровке UTF-8. То есть для кодирования одного символа используются 2 байта. И чар занимает как раз 2 байта. Соответственно можно закодировать огромное количество символов. Практически все существующие на земле. И там даже на сегодняшний момент есть запас для того, чтобы если появятся какие-то новые символы, их можно было в UTF-8 запихнуть. Так как латиница идет самая первая и в принципе один байт это всего 256 символов. Латинские буквы и цифры наши греческие обычные влазят в первые 128 символов. Поэтому здесь будет в Java 9 оптимизация на уровне того, что возможно строки, которые содержат только латиницу и цифры будут представлены в виде однобайтовых символов. Ну и соответственно за счет этого будет больше производительности и экономия по памяти. Но это будет ожидать нас только в Java 9 сейчас до этого на самом деле далеко. Теперь рассмотрим конструкторы, какие есть для создания строк. Соответственно у нас есть мы можем строки создавать двумя способами. Первый строк. Традиционно для создания абсолютно всех объектов в Java вызываем оператор new, после этого указываем конструктор. Конструктором могут быть параметры. Таким образом создаем новую строку. Второй способ это более упрощенный сделанный он специально для того, чтобы сократить количество символов, которые мы пишем чисто для оптимизации. Это синтаксический сахар. Вот такая форма и представлена. та, которую мы в основном с вами и пользуемся. Вот. Ну, здесь есть ряд нюансов. Сейчас мы будем их как раз рассматривать, эти все нюансы. Потому что они нам пока не понадобятся. вот абсолютно две одинаковые строки кода, что s, что som text. Вот. Как проверяется на равенство две строки? Вот. Когда мы пользовались примитивами, там мы сравнивали объекты, проверяли на равенство при помощи двойного равно. А с объектами, с любыми джавовскими объектами, такой случай не накапывает. Для того, чтобы узнать, равен объект к другому, нам необходимо использовать специальный метод EQUILS. Вот. Данный метод определен у нас в объекте. Вот. Но для того, чтобы он правильно работал, его надо в каждом из вновь вставаемых классов переопределять. Для нас это любезно делает идея. Соответственно, нажимаем Alt Insert только не для мы. Вот, скажем, для КМ Alt Insert выбираем метод, и здесь можем выбрать EQUALS Boolean вот. Вот, соответственно, там, где у нас есть поля, мы можем выбрать EQUALS и Hatch Code. Они, соответственно, генерятся, и метод EQUALS нужен для того, чтобы сравнить на равенство объект. Вот. Пока они у нас будут просто генериться идеи, в чем, в общем-то, их не смысл и как их правильно переопределять, мы будем рассматривать на курсе Java 2. Вот, сейчас пока на этом останавливаемся. Надо только знать, что все объекты на равенство сравниваются при помощи метода EQUALS. Использовать только его, никакие двойные равно в IF внутри, использовать для сравнения двух объектов нельзя. Связано это с тем, что у нас сравняются не объекты, а сравняются их Ссылки могут быть разные, но они могут ссылаться на разные объекты, но содержимое этих объектов, именно внутреннее состояние, может быть одинаковым. Соответственно, вот у нас два варианта. Двойное равенство и, соответственно, через EQUALS. запускаем, смотрим, что же будет. Строки у нас полностью одинаковые, здесь никаких символов нету, что мы передали в конструктор, что мы просто присвоили строку. Так, круто, лишняя скобочка. также в качестве аргументов может быть можем есть у нас конструктор, который принимает на вход массив чаров и создается из них строка. Есть и такой. да, что ж такое. еще у нашего класса стринг есть такая одна особенность. Он у нас является неизменяемым. Мы видим результат. Соответственно, в первом случае EQUALS проверяет у нас по содержимому у нас строки равны по своему содержимому, но двойное равно пока вернуло нам FUS из-за того, что у нас разные объекты у нас разные, ссылки у нас разные, но содержат они одинаковую строку внутри себя. Вот вам пример некорректного сравнения при помощи двойного равно. поэтому везде надо использовать именно EQUALS. Как я говорил, строк это неизменяемая строка. Соответственно, если вы видите знаки конкатенации склеивания двух строчек, то при каждой операции со строкой у нас в результате создается новая строка. Она является тоже неизменяемой. все объекты класса стрек являются неизменяемыми. Один раз создались, при любом манипуляции с ними, при любом изменении создается новая строка, она возвращается в качестве результата. Это сделано для того, чтобы сократить расходы на работу со строками, так как изменяемые строки требуют для операции с одними гораздо больше процессорного времени, чем неизменяемое. Создать довольно-таки быстро, поддерживать механизм, который позволит нам вносить изменения в эту строку. Здесь ресурсов требуется на порядок больше, чтобы ее изменить, чем создать новую. Поэтому был выбран такой подход. Вторым еще неважным фактором в этом было связано то, что у нас строки часто могут использоваться в качестве ключей в коллекциях. И, соответственно, если они будут меняться, то будет происходить неверная работа коллекции. Что такое коррекции, какие виды бывают, какие бывают с ключами, мы тоже будем рассматривать на кульсе Java 2, там станет все это. Мы опять-таки к этому еще дополнительно вернемся. И там это рассмотрим. Сейчас нам надо знать, что строка по сути неизменяемая. Если мы что-то с ней делаем, создается просто новая, и она возвращается в качестве результата. Соответственно, так как она неизменяемая, в Java есть хорошая оптимизация, которая позволяет не создавать нам одинаковые строки. То есть есть так называемый полстрок, который перед тем, как создать нам новую строку, проверяет, есть ли у нас уже в оперативке строка, равная той, которую мы хотим создать. Если есть, то он возвращает нам уже этот созданный объект строки. Если нет, создает новую. За счет этого экономится память и у нас экономика по производительности, потому что найти строку уже готовую гораздо быстрее и дешевле, чем создавать заново новую строку. В каком случае у нас будет происходить именно поиск уже имеющийся. Будет происходить в случае, когда мы используем наш синтаксический сахар и пишем равно, и после этого в двойных кавычках пишем строку. В этом случае, если у нас уже была создана то соответственно будет происходить поиск и присвоение. Вот. Такого не происходит, когда мы вызываем конструктор. Связано это с тем, что при вызове операции new у нас происходит сначала выделение памяти в оперативке. Вот. Выделяется память под строку, потом создается строка, и уже после этого ей присваивается вот это значение, которое мы передали в качестве параметра. Вот. Поэтому в данном случае у нас может создаться дубликат строки, по сути. Вот. Когда мы не используем операцию new, а просто сразу присваиваем строку, то здесь сначала поищется если уже такая, если есть, то вернется ссылка на нее. Вот. Поэтому лучше конструкторы не использовать, операцию new при работе со строками тоже не вызывать. Здесь у нас продемонстрировано это в качестве учебного примера, для того, чтобы показать, что у нас двойное равно с объектами работает неверно. А, скажем, Equus метод специализированный работает всегда верно и сравнивает содержимое именно двух объектов. Пойдем дальше. Думаю, здесь все очень просто и понятно. Вам вот далее пойдем к методам, позволяющим работать нам со строками. Есть такой очень полезный метод под названием split, который разбивает нашу строку по какому-то делиметру. делиметр указывается в качестве параметра, в данном случае это пробел. Вот он, пробел передаем. Соответственно, наша строка будет разбита по пробелам и нам вернется массив слов между пробелами. Массив строк возвращается, мы бьем sound, текст, это у нас simple java program hello world, он должно получиться раз, два, три, четыре, тире, это четвертое, пятое, шестое, то есть шесть элементов. После этого мы бежим по массивчику по этому и выводим каждый из элементов в консольку. Очень полезный метод, довольно-таки часто используется, мы видим simple java program тире hello world. Вот наш разбитый символ. Соответственно, в шахтатах мы могли вводить через пробел наши координаты, соответственно, отспарку буковку, потом сплитом бахнуть и получили бы два элемента массива, строки, потом бы дальше преобразовывали. Не обязательно было там сначала преобразовывать в массив символов, потом работать. Можно было таким вот образом сплитом это сделать. Вот. Это один из методов для работы со строками. Далее, есть метод lunch, определяющий длину строки, количество элементов. Вот. Ну, как бы добавить пробел вполне можно было. то есть в любом случае, то есть формат был утвержденный. Сначала там шла буковка, потом циферка. Соответственно, там берем первый элемент, берем второй элемент, определяем. Вот. Если бы был пробел, можно было бы использовать три. Было бы довольно-таки удобно. Вот. Lens определяет длину, количество символов. метод contains определяет, содержится ли в строке s строка, переданная в качестве аргумента. Соответственно, мы проверяем, есть ли двойка внутри строки s в данном случае. Если есть, то contains возвращает нам истину. Вот. Метод charAt возвращает нам символ из указанной позиции строки. Можно вот не приводить было к массиву, как мы видели, а брать там нулевой и первый символ. Вот. Чтобы узнать, оканчивается ли наша строка на какую-то подстроку, можно вызвать метод end this, то есть оканчиваю и, соответственно, передать ту подстроку, на которую мы хотим проверить, оканчивается ли наша строка. Соответственно, startVis это начинается, на 78 наша строка вернет истину, если начинается. Метод index.off возвращает нам позицию начала переданной строки в качестве аргумента. Ну, соответственно, когда найдется первое вхождение четверки в нашу строку, данная позиция, индекс данного символа вернется в качестве результата работы метода index.off. Метод isamki определяет, возвращает истину, если наша строка пуста. Вот. Еще, кроме этого, есть ряд методов. Equals мы уже рассмотрели. есть метод concat, который позволяет нам к текущей строке приписать переданную строку в качестве аргумента. Так, можно получить набор байтов, байтовое представление нашей строки. Вот. Ну, last index.off там тоже метод replace, который позволяет нам, скажем, пробелы менять на знак подчеркивания. Соответственно, мы сначала пишем ту под строку, которую хотим заменить, потом пишем ту, на которую хотим заменить. Вот. Если нам требуют, это, соответственно, будет заменяться первое вхождение. Если нам требуется заменить все вхождения, тогда используем метод replaceAll. Тогда будут заменены все вхождения. А вот там есть у нас метод charRray, мы видели в домашнем задании, есть метод toLoverCase. Вот. Метод toLoverCase преобразует все символы с точки верхнего регистра в нижний. То есть мы приводим к нижнему регистру. противоположный метод toLoverCase, он, соответственно, приводит все символы к верхнему регистру. Если там встречаются, скажем, цифры, с ними никакого изменения не происходит. Они как были, так и остаются. Вот. Это то, что касается наиболее популярных методов для работы со строками. Вот. Дома советую всем взять несколько строчек разных и попробовать каждый из этих методов прогнать, посмотреть, что получается, как они работают в различных вариациях, чтобы запомнить для чего какой нужен. То есть еще один популянный. Для того, чтобы нам вырезать кусок строки, можно использовать substring. У него две формы. Есть начальный и начальный индекс и до конца. Второй вариант метода перегруженный overloading пользуется. Второй это начальный и конечный с третьего по седьмой. Хочу, чтобы вырезало мне. Вот я хочу кусок по такой-то позиции, чтобы записался мне в новую строку, переменную. вот substring тоже очень часто используемый и полезный довольно-таки метод. Попробуйте их обязательно, потому что они довольно-таки часто нужны в работе. Если у вас как-то надо что-то откуда-то из строки выдернуть, что-то поменять, то без этих всех методов вы никогда не обойдетесь. То есть писать свои не надо, потому что стринги уже есть на все случаи жизни. Вот. Далее мы переходим к еще одному классу представителю строк в Java. Это stringbuilder. Вот. Stringbuilder отличается от стринга тем, что он является изменяемой строкой. Вот. Для своего создания он требует гораздо больше ресурсов процессорного времени, дольше создается. Но зато здесь у нас строка изменяемая. будет изменяемой и соответственно если у нас очень большое количество склеек строк, скажем, больше тысячи строк склеивается, в этом случае оптимальнее использовать stringbuilder, так как он будет производить это быстрее. Если там десяток строк склеивается или сто строк склеивается, то разница в производительности работы стринга и stringbuilder мы не заметим. Если скажем больше тысячи, там уже это срабатывает. Соответственно stringbuilder довольно-таки быстро изменяется, но он используется только для работы со строками, для таких локальных небольших задач. Соответственно мы видим два примера, в котором у нас 120 тысяч строк склеиваются в одну большую. У нас засекаются при помощи методов current-time minis засекается время, запоминается текущее, потом из большего времени вычитается меньшее и выводится на экран результат уже пользователю. Здесь у нас для склейки строк в stringbuilder символ конкатенации плюсик не работает, никаким образом не влияет. Для того, чтобы склеить две строки в stringbuilder есть метод под названием append. Соответственно все полностью операции в stringbuilder производятся при помощи вызова методов. Идем давайте в ход. здесь как раз эти примеры. Сравниваем две два варианта работы. Первый у нас всего 15000 будет склеиваться. Вариант в общем-то тот, что практически без изменений, который был представлен на слайде. Тоже замеряем. Сначала есть у нас вот такая строка hello. Вот цикл у нас бежит 15000 итераций. Здесь мы склеиваем единица, потом вставляем hello и добавляем двоечку. Если у нас больше длина 1800, то аж присваиваем опять hello короткую строчку и продолжаем прозаново. Вот замеряем перед началом цикла замеряем время текущее, после окончания тоже текущее и больше вычитаем меньше. Узнаем сколько реально прошло времени. Точно такой же вариант, но для стринг билдера. В общем-то стринг билдер никакого синтаксического сахара нет, создается только при помощи операции new. Передаем в него hello так же как и в предыдущем у нас примере для обычной строки. вот то же самое количество операций. Вот как я сказал знак конкатенации плюсик здесь не прокатывает. Под словосочетанием синтаксический сахар. Это упрощение в синтаксисе языка. Скажем когда мы рассматривали изначальное наследование то я показывал что все классы в которых мы не пишем extend от какого-то объекта они на самом деле наследуются от объекта. чтобы не писать эти лишние два слова в каждом из классов решили облегчить жизнь программистам. То есть на уровне синтаксиса языка по сути сделали упрощение и добавляется эти два слова extend object уже в компиляторе. Это как раз упрощение. В синтаксисе называется синтаксическим сахаром. То, что нам при создании строк можно не использовать конструктор, не писать use, string и передавать строку в качестве параметра в конструктор. Это тоже синтаксический сахар. То есть на уровне языка есть упрощение в синтаксисе. Вот знак конкатенация плюсик. На самом деле в строчке, как я показывал, есть метод concat и для конкатенации можно использовать его. Но чтобы не писать 7 символов, решили использовать для конкатенации строк знак плюс. Будем использовать знак плюс. Считать, если у нас один из аргументов справа или слева от знака плюс строка, то тогда это будет означать не сложение, а конкатенацию двух строк. Это тоже упрощение в синде. В мире разработки такие упрощения принято называть синтаксическим сахар. Вот что под этим подразумевается. Вот второй пример. Здесь мы вызываем по обычной схеме создаем объект стримбилдера. Чтобы нам склеить строчку вызываем append. Соответственно append метод, который доклеивает строку в конец уже существующей. Стримбилдер это изменяемая строчка, поэтому здесь при вызове append никаких новых объектов не создается, изменяется изначальная строка, которая хранится по ссылке H2. Дописываем сначала единичку, потом just int дописываем, после этого дописываем еще двойку в конец, и далее у нас аналогичная проверка. в случае если мы превысили 1800 знаков, то H2 присваивается новый объект стримбилдера. Тоже замеряется время до начала и после начала цикла. Теперь давайте все это запустим и смотрим на производительность. Уже в принципе на 15 тысячах повторений у нас заметна разница в производительности. Время у нас выводится в миллисекундах. Соответственно строка, работа строки занимает 134 миллисекунды, 3NBIL раз 7 миллисекунд. Застынт вот у нас двоечки равен. Просто это чтобы не просто строку склеивать, а было еще приведение у нас целого типа к строке. Ну, чтобы больше времени занимало на каждую операцию. Потому что прежде чем нам склеить число со строкой, надо число привести к строке, а потом склеить. Вот. На самом деле здесь можно было ищить любой другой объект, в том числе и стоку, то есть большой там разницы не было. Просто для однообразия. Вот. Соответственно мы видим, когда у нас большое количество итераций, то у нас здесь все очень даже хорошо работает. Вот давайте до 150 уменьшим. Видим, что даже на 150 итерациях у нас все это работает. То есть стринг-билдер все равно работает быстрее, даже на 150 в склейках. Ну, на 10, естественно, там ни одной даже миллисекунды не занимает. на 15 тысячах вообще просто огромнейший прирост производительности. Ну, мы видим, что у нас время там сколеблется, но в целом все равно работа с изменяемой, с изменяемыми строками гораздо быстрее происходит. стринг-билдер и класс являющийся потоком незащищенным, так как мы большинство приложений в джаве будем писать как раз в однопоточном режиме, поэтому стринг-билдер нам подходит выше крыши. Есть аналогичный класс потокозащищенным, то есть если вы приложение пишете, в котором у вас, скажем, к NH3 может обращаться сразу одновременно нескольких потоков и писать в него, дописывать строки из нескольких потоков, тогда надо использовать стринг-буфер. Но мы к этому подойдем еще не скоро, ну и в общем-то знать надо, что он существует, но работать с ним придется крайне редко. В 98% случаев используется конечно стринг-билдер для изменяемых строк. Методы у них полностью совпадают, единственное, что один потокозащищенный, другой нет. Вкратце отличаются они, главное отличие, что стринг это неизменяемая строка, и операция создается новая, поэтому столько много времени занимает это. Это одно отличие, второе соответственно знак конкатенация вот такой у нас работает только для строк, вот в строках у нас гораздо больше методов для обработки, чем скажем у стринг-билдера. Если мы посмотрим, здесь вот аппендов, склеек куча, всякие там индексов, есть метод insert, который может вставить в определенную позицию replace, там last индексов, вот, sub-string всякие, ну и по идее все. Ну еще тут несколько методов, но список их гораздо меньше, чем, то есть по функциональным возможностям стринг-билдер уступает стрингу на самом деле. Вот. Ну, соответственно, в силу того, что у нас стринги используются в коллекциях, там в определенных моментах нужны неизменяемые именно строки, поэтому было решено сделать стринг неизменяемым, а для того, чтобы если у вас слишком много работы с перекраиванием строки, сделали дополнительно вот string-билдер и string-буфер для таких случаев. Вот, в общем-то, все отличия на самом деле. Как мы посмотрели на примере, если там у нас больше 150 строчек, тогда уже вы там склеиваете постоянно что-то, то тогда string-билдер используйте. Но таких задач на самом деле не так много. Требуется просто хранить строковое представление чего-то и все. по поводу предка. Предков общего у них нет. Как раз предков у него нема. У них давайте сейчас встретим там совсем вот есть чар-секвенс у них общий, то есть это последовательность символов, но это касается только внутреннего устройства, что они оба в качестве массива символов хранятся. А вот по функциональности и по принципам работы они отличаются внутри довольно-таки кардинально. вот так вот. Надо вам естественно попробовать попрактиковаться с тем и с другим. Но конечно тут у стринг-рилдера возможности меньше, потому что меньше методов гораздо. Единственное, что он создается долго, но зато потом создается дольше стринга, но зато потом выигрывает на количестве если много строчек склеивается, он меняет изначальную строку быстрее. А стринг в любом случае каждый раз создается новый. Вот. Что касается примера с измерением времени. Теперь давайте перейдем к чтению и записи данных в файл. немало классов предоставляется для чтения и записи данных файлов. Но в целом, если посмотреть, все основано на понятии работы с потоками. Есть понятие входного и выходного потока. Соответственно, входной поток это input stream, выходной поток output stream. Мы будем использовать для чтения и записи в файлы специализированные классы, реализующие эти интерфейсы. Для того, чтобы работать с файлами, у нас есть file input stream и file output stream. Два класса. Они создают потоки ввода-вывода байтов, связанными с файлами. В качестве аргумента мы передаем имя файла и таким образом у нас происходит запись либо чтение. Вот. Чтобы прочитать данные из файла, можно воспользоваться методом read. Вызываем о файл input stream метод read и читаем в переменную набор байтов из файла. Всякий раз, когда вызывается метод read, он выполняет чтение одного байта из файла и возвращает его в виде целого значения. Если достигается конец файла, то возвращается значение минус один. Поэтому мы должны, после того, как мы вызвали метод read, записали этот байт в целочисленную переменную. Следующим шагом мы должны проверить, не наступил ли у нас конец файла. Если вернулся минус один, то есть и у нас равно минус один, тогда мы достигли конец файла и смысла выводить в консоль нам этот минус один, так как это служебная информация не имеет. Поэтому мы выводим только если у нас вернулось не минус один и соответственно заканчиваем наш бесконечный цикл, при помощи которого мы постоянно читаем тоже с этим же условием. Так как файл это у нас ограниченный ресурс, пока мы скажем там читаем или пишем в него, наш файл занят и никакие другие программы не могут с ним работать. Соответственно они ждут пока файл не будет разблокирован. Чтобы его разблокировать мы должны у нашего файла вызвать метод close, который закрывает наш входной поток и разблокирует файл в котором мы работали. Что такое try cache? Это мы будем изучать на Java 2. Сейчас скажу, что это обработка ошибочных ситуаций. Обработка ошибок. В случае если вдруг при чтении из файла произошла ошибка скажем файла у нас нету такого на диске тогда у нас произойдет ошибка чтобы наша программа не закончила свою работу с аварийной ситуацией используется секция try cache специализированная для обработки этих ошибок. Рассматривать мы будем на втором занятии на Java 2 и там соответственно подробно с этим механизмом познакомимся и разберемся. Сейчас пока просто его использовать полагаясь на его работу. Что у нас делается для чтения для записи в файл в write string to file test. Вот мы объявляем переменную с типом file output string соответственно выходной поток после этого мы вызываем конструктор создаем объект файла foodstream передаем ему имя файла в который мы будем записывать данные после этого нам надо у нас есть в наличии метод write который пишет данные файл по одному байту поэтому мы берем переданную строку в метод определяем длину и идем от нуля до количества символов строки нуля соответственно в качестве аргумента в метод write передаем по одному символу при помощи метода char add извлекаем символ из строки с нужным нам индексом нуля последовательно таким образом передаем их все вот как только мы все это дописали после этого проверяем чтобы наш выходной поток не был равен нулю если не был равен null если null не равен то опять-таки закрываем чтобы разблокировать наш файл чтобы другие приложения могли с ним в дальнейшем работать ну и далее завершаем работу нашего метода давайте посмотрим как это работает в реальности вот мы видим произошла ошибка чтения файла связано это с тем что файла 1.txt у нас просто не существует вот файл output.txt его тоже не существовало но он в корне проекта у нас создался давайте сейчас файлик этот переименуем в 1.txt чтобы нам было так сейчас вот 1.txt переименовали откроем симпуль жало программ ворк давайте что-нибудь еще напишем чтобы было видно что мы производим какие-то изменения вот запустим еще раз у нас есть файл 1.txt из которого будет производиться чтение данных теперь мы видим что у нас произошло read test simple java программ hello world 43.54 60 вот все это прочиталось в write test то есть записалось где у нас там вот опять создался файл out.txt simple java программ hello world вот работает это так как мы читаем по одному байту работает это абсолютно со всеми типами файлов здесь нам без разницы какой тип абсолютно не имеет никакого значения картинки фильмы музыка там pdf кидоки все это можно читать записывать вот так как мы работаем с наименьшей количеством информации это у нас байт то есть биты отдельно мы не рассматриваем так как там не имеется это в общем-то значение уже но если вы полностью путь укажете да он будет писать вам согласно тому пути который вы укажете вот сейчас он пишет в корень это если мы укажем тут руки brains там java один и так далее тогда мы можем указать в папку там какую-то нашего проекта куда он будет писать если мы укажем там диск c 2.0 слэш там и там 1.txt то будет в корне диска c находиться кроме того так как у нас java кросс-платформный язык мы можем писать универсальный путь соответственно указывая так как слэш у нас в java там скажем в linux отличается ну и в macOS тоже вот они разные скажем у class file есть константа вот separator то есть это разделитель по сути это как раз и есть наш слэш нет вот он патч-сепаратор вот патч-сепаратор наш слэш он возвращается именно тот который у нас сейчас на текущей платформе попробуем да то есть на диск c он не позволяет слэша но потому что если один то это он его читает как служебный сим поэтому надо экранировать экранировать слэша вторым всем мы можем написать в качестве слэш n это слэш n это служебный символ перевод строки он считается одним символом служебным соответственно чтобы писать служебные символы они начинаются со слэша Есть еще там слэш, т, тоже служебный символ. Все служебные символы команды начинаются со слэша, и какая-то там буковка следует, и так определяется, какая именно служебная команда мы пишем. Чтобы отличить просто слэш от этих служебных команд, решили, сделаем экранирование, и таким образом будем отличать. Вот, соответственно, появился на d наш output. Что как бы работает. Вот, то, что касалось сепаратора. Соответственно, так, чтобы у нас наша жуха корректно работала сразу на нескольких платформах, не только, скажем, на текущей, на нашей, а чтобы могли запускать это все и на какой-то другой платформе, нам необходимо указывать все это в рамках, то есть клеить наш путь при помощи вот этих вот стандартного сепаратора. Вот, в данном случае, что на Windows, что на Windows, что на MacOS, на Solaris, на FreeBSD мы будем запускать, у нас склеится путь со слэшами, который характерен именно для текущей исполнения. Вот, давайте, вот он, output, delete, удалил, и все, его больше нету. Давайте запустим. Вот, мы видим... Ну, да, да, то есть, вы правы, в Linux такого нету, но сейчас мы на Winnie, поэтому... Так, давайте вы увидите, что там в S у нас записалось. Так. Точка запятой. Так, или просто сепаратор будет. Сейчас мы... О, да, просто сепаратор. Вот, outtxt. Вот, соответственно, таким образом можно склеивать. Вот, как правильно подметили знатоки Linux, там у нас нету дисков, соответственно, отрываться от либо текущей папки, либо от папки пользователя. Так как они есть везде, что в Winnie, что Linux на любой оперативе есть папка пользователя. Надо отталкиваться от нее. Как правило, она идет в Home User или просто Home папка. Вот, и, соответственно, либо просто можно указать слэш от налет, то есть от текущей директории, в которой запускается проект или сам проект лежит. Тогда у нас будет относительный путь. Вот. На этом у нас сегодня все. Спасибо всем за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.